Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министрами иностранных дел стран Центральной Азии. Он осудил войну в Украине и призвал не помогать России, чтобы не попасть по вторичные санкции. США предложили сотрудничать с ними и меньше с РФ. Что думают об этом странах региона? В России странам Центральной Азии посоветовали не верить Западу. Насколько сильно война в Украине начала снижать роль России в Центральной Азии? Что говорят по этому поводу политологи и эксперты? Большинство наших жителей болеют за Украину. Отправляют гуманитарную помощь, но самое главное опасаются, что украинский сценарий может повториться и в наших странах. Между тем, и в Казахстане, и в Кыргызстане запрещены публичные выступления в поддержку Украины. Эксперты полагают, что в Кыргызстане Россия сохранила свое господствующее влияние на солидный процент политического бомонда. Эксперт Игорь Шестаков считает, что есть разумные объяснения, почему в Кыргызстане так устойчив пророссийский вектор. Прежде всего, это вопросы безопасности, потому что РФ является главным партнером по поставкам вооружения в Кыргызстан. Оснащение пограничных частей, с помощью которого были успешно отражены атаки таджикских военных в сентябре 2022 года, российское. Инициатором поставки комплекса в Пейчеры с Белоруссией также выступает Россия. Эти установки будут задействованы в качестве потенциала при защите пограничных рубежей. С ним согласна и философ Джилдис Урмамбетова. Она убеждена, что Россию не получится списать со счетов как активного действующего игрока. Но в целом в современной ситуации важен регион, поэтому наблюдается несколько трендов по формированию регионального объединения. Но под эгидой России в самой же Москве мы можем разглядеть новый подход к подразработке механизмов представительности в, скажем так, откорректированном евразийском пространстве. По мнению директора Центра политико-правовых исследований Тамерлана Ибраимова, инструментов УРФ для расширения и укрепления своего влияния было немало, среди которых как экономические, так и политические механизмы. Однако за последний год количество инструментов влияния России начало резко снижаться. Связано это с войной в Украине, которую резко осудило большинство стран мира. В военном плане Россия не смогла быстро победить, а дальше постепенно будет утрачивать инициативу и вытесняться с территории Украины. Политовка Ида Алымбаева отметила, что после вторжения России в Украину, государства региона, особенно Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, стали более активно диверсифицировать свою внешнюю политику, чтобы найти контрагентов в Москве. Но такая тенденция не нравится России, которая всегда считала Центрально-Азиатский регион своим лоном влияния, где она хотела и имела господствующее влияние. Поэтому Россия вот такими заявлениями, МИД России хочет дать сигнал лидерам стран Центральной Азии, чтобы они как бы умерили так называемый свой пыл. Эксперты отмечают еще один нюанс, почему влияние России в Центральной Азии продолжает снижаться. Любое постсоветское государство опирается на несоветскую национальную идентичность, свой язык и свой путь. Поэтому все попытки реанимировать в 21 веке безраздельное правление указующего перста из Центра встретят сопротивление как у политической верхушки, так и на низовом уровне в самом обществе. Редактор субтитров А.Семкин